Грандиозный допинг-скандал разгорается вокруг российских спортсменов. Комиссия Всемирного антидопингового агентства рекомендовала отстранить Россию от участия в соревнованиях под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Такие выводы спортивные чиновники сделали по результатам разбирательства, поводом к которому послужили материалы немецкого канала ARD и британской Sandy Times. Данные СМИ утверждали, что до 80% российских призеров различных крупных турниров с 2001 по 2012 год имели подозрительный допинг-пробы, из чего был сделан вывод, что эти атлеты якобы употребляли запрещенные препараты, причем по настоянию тренеров и спортивных чиновников самого высокого ранга. Кроме того, комиссия рекомендовала пожизненно дисквалифицировать пятерых российских атлетов и пятерых наставников за причастность к нарушению антидопинговых правил. Мы выявили уголовно наказуемые нарушения, ряд подозрительных дел и сообщили имена причастных правоохранительным органам. Мы сделали изыскание, касающееся Московской лаборатории и Российской национальной антидопинговой организации. Мы сообщили о неоднократных вмешательствах в допинг-контроль, не только в прошлые годы, но и вплоть до сегодняшнего момента. Что касается игр 2016 года, я бы рекомендовал Российскую Федерацию отстранить. Известно, что комиссия в Женеве лично обвинила директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова и министра спорта Виталия Мутко. Также претензии якобы в сокрытии системного применения запрещенных препаратов в нашей стране звучат и в адрес ФСБ. В свою очередь в российском антидопинговом агентстве рассказали, что пока не располагают конкретной информации, считают обвинения политически мотивированными. А министр спорта потребовал предоставить конкретные доказательства, заявив, что в России ведется активная борьба с употреблением запрещенных препаратов в спорте. Аналогичного мнения придерживается руководство Федерального медико-биологического агентства России. И в самой Федерации легкой атлетики говорят, что требование дисквалифицировать наших спортсменов не имеет под собой реальных оснований и выглядит как политический заказ. Ну и кроме того, отмечают, что решение об отстранении легкоатлетов от участия в международных соревнованиях может принимать только Международный Олимпийский комитет.